В Ярославской области начался прием заявок в молодежное правительство. Чем будет заниматься новый общественный орган? Кто может стать его частью и как это сделать? Разберемся сейчас в программе на повестке дня. Вас приветствует Екатерина Сысоева. Вместе со мной в студии Ольга Станишевская, заместитель министра спорта и молодежной политики Ярославской области и Карина Смирнова, студентка ЕГПУ имени Ушинского. Ольга Валерьевна, Карина, добрый вечер. Итак, у нас в Ярославской области уже был опыт создания молодежного правительства. Ольга Валерьевна, расскажите об этом опыте. Опыт на самом деле был успешный. Мы были одним из первых регионов, где вообще появилась такая программа. Появилась такая программа с 1998 далекого года. Просуществовала она в нашем регионе больше 20 лет, до 2019 года. И на самом деле за этот период очень много ребят, кто стали выпускниками молодежного правительства, пришли в конечном итоге в госправление и сейчас занимают высокие посты. В целом эта программа, наверное, больше на тот момент была направлена на проектный принцип, потому как не было такой инфраструктуры, как сейчас развита по стране, на территории всех наших нынешних регионов. А тогда вот этот проектный принцип, он не был настолько сильно развит, и поэтому программа, она была достаточно уникальна. А почему было принято решение вновь собрать молодежное правительство, и будет ли оно как-то отличаться от той истории, что уже было? Да, отличие будет. На самом деле кадровые проекты сейчас, наверное, вообще одни из самых востребованных, потому что на настоящий момент и молодежи много, прогрессивные молодежи. Молодежь хочет участвовать в развитии региона, города, принимать участие в реализации тех проблем, которые и в развитии, в решении тех проблем, которые действительно остро стоят для конкретных территорий. И вы знаете, я бы не сказала, что эта кадровая программа совсем прекращала свою жизнь, потому что она просто немножечко трансформировалась. После кадровой программы молодежное правительство у нас уже были лидеры Ярославской области, которые тоже была попытка чуть-чуть поменять формат. Далее был Ярославский резерв, где тоже, соответственно, была такая кадровая программа, где тоже, скажем так, выявляли, диагностировали, развивали молодых таких активных и перспективных управленцев. Сейчас молодежное правительство, приняли мы такое решение, пойти по пути федеральному, так как выстроена эта программа сейчас у многих других регионов, и это система дублеров так называемых. То есть проектный принцип, он тоже будет иметь место в этой программе, но главным здесь будет именно система дублеров. То есть что это означает? Это значит, что в молодежном правительстве появится свой молодежный, скажем так, руководитель соцзащиты, образования, молодой управленец, который сможет именно к этой отраслевой принадлежности иметь отношение в рамках программы, прикасаться к проблематике именно этого направления, отрасли, которую он выбирает для себя. И, то есть, скажем так, как правило, это будет выбираться человек, который уже что-то в этой отрасли либо знает, либо обучался, либо проект какой-то или инициативу имеет именно по отраслевому принципу. И тогда здесь будет именно такая вот ситуация связки, когда молодой человек, он не просто хочет где-то проявить свою инициативу, а хочет проявить ее именно там, где у него есть идеи, есть опыт или есть какой-то потенциал. Поэтому будет система дублеров. Попробуем в таком направлении. Карина, вот вы уже подали заявку, как узнали о молодежном правительстве и почему решили в него вступить? Как Ольга Валерьевна уже сказала, что есть огромное количество выпускников предыдущих программ. И как раз так, как я являюсь председателем Ярославской областной молодежной общественной организации «Союз студентов», эти выпускники нам помогают, они являются нашими почетными членами организации. И, безусловно, рассказывали и делились впечатлениями, что это колоссальный опыт и для руководителя, и для всех наших активистов. Ольга Валерьевна, а чем еще будут заниматься органы и вообще какие преимущества будут у его участников? Я думаю, что самое главное преимущество, которое в данном случае будет, это не только та образовательная программа, которую мы, конечно же, готовим для ребят. Это возможность именно такого персонального пути развития. То есть это возможность заявить о себе не просто, как, например, о члене общественной организации, а именно некая персональная история, где можно себя попробовать. Конечно, это и зона большой ответственности, но и это зона всегда большого развития, когда ты заявляешь о себе персонально. Это, на мой взгляд, самое главное преимущество, которое здесь будет, это возможность побыть внутри того органа исполнительной власти, посмотреть, как это действительно работает на практике. То есть это такая длинная, большая, глубокая стажировка, возможность участвовать в тех процессах, понимать, как строится работа с нормативными правовыми документами, понимать, что такие принципы сейчас самые главные для государственной службы, понимать, например, о том, что сейчас очень ценно в государственной службе клиентоцентричность, и это, скажем так, будущее государственной службы, есть возможность к этому прикоснуться, и вот эти новые тенденции, тренды не просто услышать где-то, да, или пройти какой-то курс, а именно попробовать в реалии, попробовать принять участие, поучаствовать в реализации и решении конкретных проблем, в которых есть потребность у жителей нашего региона. А как же активисту-общественнику попасть в молодежное правительство, какие условия для этого нужно соблюсти? Ну, наверное, первое главное условие – это желание, вот, ну и второе главное важное условие – это возраст. В этом году тоже, то есть раньше молодежное правительство у нас, скажем так, начиналось с более молодого возраста, решили, что этот состав мы решили взять более старшего возраста, ребят, с 21 до 35 лет по возрасту. И что еще требуется – это заполнить, зайти на АИС «Молодежь России», заполнить там заявку, написать короткое эссе на тему «Чем я могу быть полезен в Ярославской области», то есть выразить свою определенную инициативу, создать портфолио, какие достижения, какие возможности у человека уже сейчас есть, принять участие в конкурсе. То есть, наверное, вот самые основные, несложные шаги, которые необходимо предпринять. – Карина, у вас уже есть идеи, проекты, которые хотелось бы реализовать и проблемы, которые нужно будет решить? – Да, на самом деле есть. И самое главное, наверное, о которой я тоже всегда говорю, вот, она появилась совсем недавно. Все мы знаем, что 2024 год объявлен годом семьи в Российской Федерации, а Союз студентов – это организация, которая на территории Ярославской области уже 27 лет существует. Такой большой промежуток времени, безусловно, сформировалось огромное количество семей и выпускников, союзов. Действительно, в этой организации хочется создать такую инициативу, где родители и уже семьи из Союза студентов как раз встретятся на одной площадке, будет обмен опытом и воспоминаниями, сделать это действительно интересной инициативой, которая поможет и другим родителям, возможно, понять значимость нашей деятельности, а активистам присоединиться в такую семейную обстановку. – А вот что лично вы ждете от участия в молодежном правительстве? Может быть, на будущее это какой-то задел? – Да, безусловно, я нахожусь уже 4 года в активной такой студенческой деятельности, участвую в различных проектах и инициативах, а также представляю Ярославскую область на форумных площадках, которые являются федеральными. И, безусловно, мне хочется принимать, возможно, решения, а также проявлять свою инициативу уже вместе с действительно профессионалами. И вот этот опыт и взгляды, и про то, что говорит Ольга Валерьевна, вот эту траекторию развития, дальнейшую свою понять, и уверена, что молодежное правительство как раз станет такой точкой основополагающей, которая поможет и дальнейший карьерный путь выстроить. – Ольга Валерьевна, вот вы сказали, что после приема заявок будет конкурс. Когда же мы узнаем состав уже молодежного правительства? – До 5 марта необходимо подать все заявки. Соответственно, дальше у нас начинается процедура заочного отбора. И дальше второй очный этап – это собеседование, которое ребята будут проходить. И в собеседованиях у нас в конкурсной комиссии будут участвовать как раз самые высокие по должностям сотрудники правительства Ярославской области. Поэтому я думаю, что даже это испытание может быть для кого-то принесет свой очень важный такой вклад, как себя позиционировать, как себя где-то подать красиво. И я думаю, что к началу апреля мы уже сможем узнать, кто станет победителями, кто войдет в первый вот в таком формате состав молодежного правительства. Спасибо. На мои вопросы отвечали Ольга Станишевская, заместитель министра спорта и молодежной политики Ярославской области, и Карина Смирнова, студентка ЕГПУ имени Ушинского. Это была программа «На повестке дня». Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. Запись также доступна на сайте gtk.tv и в нашем официальном паблике во Вконтакте. В студии работала Екатерина Сысоева. Редактор субтитров А.Семкин